10.00 в столице Казахстана. Время новостей на канале Хабар 24. С вами Арстан Балтин. Здравствуйте. В Кукчетау в преддверии отопительного сезона подорожает тариф на теплоснабжение. На 20% стоимость за услугу повысится для населения, на 15% для юридических лиц и на 12% для бюджетных учреждений. Свой шаг тепловики объясняют подорожанием угля сразу на 30% и растущими расходами на его транспортировку. Кроме того, как пояснили в руководстве, коммунальное предприятие работает себе в убыток. Только за прошлый год реальные доходы организации оказались на треть меньше, чем фактические расходы. По итогам 2021 года фактические затраты на выработку тепловой энергии нашего предприятия по тарифной смете составили более 5,8 миллиардов тенге. Фактические доходы за реализованную тепловую энергию составили 3,1 миллиард тенге. На сегодняшний день кредиторская задолженность нашего предприятия составляет 1,5 миллиардов тенге. При этом также имеется дебиторская задолженность. То есть задолженность наших потребителей за поставленную тепловую энергию, за прошлые отопительные сезоны и за прошедший отопительный сезон в размере 120 миллиардов тенге. Из них население нам должно порядка 80 миллиардов тенге. Быстрее экзементулитность примерно? Раньше мы оплачивали за тепло примерно 8 тысяч. С повышением будем, наверное, больше 10. В семейном бюджете коммунальные услуги – это основная статья расходов. Не на мусорный полигон, а прямиком на завод. Учитель из Актубе Гульнас Успанова предлагает изготавливать кирпичи из пластиковых бутылок. За счет такого проекта можно не только наладить производство прочного строительного материала, но и внести вклад в улучшение экологической обстановки, уверенна педагог. Для областного центра эта проблема в последние годы особенно актуальна. Действующий полигон твердобытовых отходов переполнен. К тому же свалка периодически горит, и город окутывает едкий дым, которым вынуждены дышать жители. Переработанные пластиковые бутылки можно использовать в качестве строительного материала, считает учитель Назарбаев интеллектуальной школы Гульнас Успанова. Подобная идея возникла, когда она объясняла школьникам закон ГУКа. Деформацию предметов они рассматривали на примере PET-бутылок. В итоге в ходе исследований пришли к выводу, что из них можно изготавливать материал для отделки зданий. Мы используем здесь, получается, бутылки из пластика. 500 лет оно не разлагается, и поэтому это самый оптимальный вариант. Мы должны где-то использовать на вторичных переработках. И один из них получается, вот именно создавая кирпичи. В этой компании, которая занимается сбором вторсырья, ежедневно отправляют на казахстанские перерабатывающие заводы до 10 тонн отходов. Есть возможность увеличить этот объем. Сырья в регионе достаточно. Но для этого нужно внедрять культуру раздельного сбора мусора, считает руководитель компании Валерий Косарев. В разных районах города предприниматель установил пункты сбора картона, пластика, алюминия и прочих отходов. Но сдают вторсырье пока немногие. Поэтому работают они в основном с магазинами и предприятиями. Проблема сортировки сырья. Понимаете, потому что попадаясь на полигон, оно оттуда уже все. Где-то масло капнуло, где-то грязь. Уже на дальнейшую переработку она не идет. Что нужно сделать? Все-таки опять же вернемся к тому, что учить наших граждан все-таки с малых лет, чтобы мы должны сортировать раздельно. Решить проблему сортировки и переработки мусора в Актубе пытаются не первый год. Сейчас ведутся очередные переговоры с потенциальным инвестором о строительстве мусороперерабатывающего завода. Стоимость проекта составляет 12 миллионов евро. Комплекс может перерабатывать до 4000 тонн отходов ежедневно. Переговоры идутся в активной фазе. Я думаю, скоро будет решение принято. Есть процедурные моменты по финансовой части. Это разговор о том, что создать совместное предприятие, это для них гарантия. Но предприятие, оно прибыльное, потому что выдает продукты в виде газа, также сельхозудобрений. Это сейчас мы все считаем согласно наших потребностей нашего региона. Ежедневно на городской полигон вывозят до 1000 тонн мусора. Свалка переполнена, поэтому ее законсервируют. А рядом откроют новый полигон площадью 18 гектаров. Объект планируют сдать в эксплуатацию до конца года. Наталья Салькова, Айдадин Молдобеков, Актубе, Хабар 24. Не выбрасывать отходы хлебобулочных изделий, а выпускать из них корм для животных. Необычное и вместе с тем полезное производство запустили в столице. Чтобы наладить выпуск и обеспечить себя сырьем, предприниматели разместили в астанинских дворах полторы тысячи контейнеров для сбора сырья. Подробнее о безотходной технологии в следующем материале. Это лишь малая часть хлебных отходов, которые ежедневно привозят в цех. В среднем около тонны. Сначала их сортируют, измельчают, смешивают с зерновыми добавками, сушат и фасуют по мешкам. На выходе получается около двух тонн комбикорма для овец, коров и лошадей. По словам владельца бизнеса, один килограмм корма стоит до 140 тенге, а спрос на него растет в осенний период. Мы не добавляем никаких химических примесей, только натуральное сырье. Готовой продукцией обеспечиваем пригород столицы, однако есть планы по расширению производства. Сырье очищают вручную. Дело не из легких, говорят сотрудники предприятия. Усложняет процесс то, что большинство жителей столицы так и не начали сортировать отходы. Вот в таких зеленых бочках, которые, казалось бы, предназначены только для хлебных отходов, можно найти пластик и бытовой мусор. Мы просим жителей относиться с пониманием к нашей работе. Наши контейнеры только для сухих хлебных отходов. Бывает, что вместе с хлебобулочной продукцией в пакетах встречаются другие пищевые остатки, которых там быть не должно. За качеством продукции строго следят технологи. Неподалеку есть и откормочная площадка для домашнего скота. В ближайшее время руководство предприятия намерено выпускать корм для рыб и наладить производство удобрений для почвы. Амир Хайдаров, Хабар-24. Между тем, Израиль занимает одно из первых мест в мире по глубокой переработке мусора. Технологии используют самые передовые, но и много работают с населением, чтобы убедить его разделять мусор. О том, как это происходит, расскажет Сергей Услендер. В Израиле поставлена задача к 2030 году научиться перерабатывать весь мусор, который производит государство. Выбора особого нет. Территория маленькая, просто закапывать отходы в землю нельзя, не хватит земли. Поэтому принято множество программ, поощряющих переработку, налоговые льготы, законы. Все направлено на то, чтобы ни один килограмм мусора не остался ни разобранным. На этом предприятии технология отлажена до мелочей. Здесь сортируют тару, пластик, стекло, металл, все отдельно. Потом фасуют, стекло перемалывают в таких машинах, вроде мясорубок. Металлические банки прессуют в заготовки. Вот это содержимое всего одного грузовика. А таких в день сюда прибывают десятки, в месяц сотни. В год только пластиковых бутылок. В Израиле перерабатывают 70 тысяч тонн. За 10 лет были переработаны 9 миллиардов бутылок и банок. Сегодня мы перерабатываем более 64% пластиковых бутылок и банок, превращая их в исходное сырье и возвращая в промышленность. Для сравнения, в среднем по Европе этот показатель равен 60%, а в Соединенных Штатах – 30%. В Израиле покупателю, который возвращает в магазин пустые бутылки и банки, положен возврат наличных денег, примерно 5 центов за штуку. Недавно начали принимать и пластиковые бутылки по 1,5 и 2 литра. С ними была главная проблема. Для этого в городах установлены контейнеры. Регулярно проводят различные мероприятия, объясняя, чем важна переработка мусора и как это правильно делать. Все дело в том, что переработка мусора начинается с каждого конкретного человека, с каждой семьи. Государство может создавать сколько угодно программ и технологий, но если люди не будут разделять мусор, мы просто утонем. Поэтому пропаганда тут очень важна. Сейчас в стране бьются над решением проблемы органического мусора. Пока придумали сжигать его в специальных биореакторах. Там он превращается в метан и становится топливом. Таким образом предприятия могут здорово сэкономить на электроэнергии. Сергей Услендер, Хабар 24. В марокканском городе Касабланка производят одежду и мебель из переработанного пластика и бумаги. Этим занимается благотворительная организация Коун. За 6 лет существования компания переработала почти 70 тонн отходов. Ежедневно сотрудники Коун собирают сотни килограммов мусора и создают из него стулья, сумки, канцтовары и одежду. По данным местных властей, ежегодно марокканцы производят больше миллиона тонн пластиковых отходов. В 2016 году в Марокко был введен запрет на пластик. Технология пиролиза отходов пока остается наиболее эффективным способом переработки отходов, говорят рабочие организации. Из этой бумаги мы можем изготавливать полезные предметы, например, визитные карточки, коробки и блокноты. На производство визиток у нас может уходить от 1 до 2 дней, а блокноты мы можем сделать за 3 дня. А вот как доехать без пробок на работу, вы можете узнать прямо сейчас из нашей традиционной рубрики «Данные», которые обновляются в режиме реального времени. Ну а сейчас к экономике импортозамещения. Приоритетная задача – специальная экономическая зона «Астана-Новый город». На это направлена большая часть проектов, готовящихся к запуску в ближайшие 2-3 года. Это и машиностроение, и фармацевтика, химическая промышленность. Интерес к СЭС проявляют инвесторы из России и Беларуси. Ну а подробнее о работе специальной экономической зоны в деловом обзоре расскажет Камила Тастанбекова. Предприятие по производству медицинских препаратов планирует запустить на территории специальной экономической зоны «Астана-Новый город». Это один из ключевых проектов в инвестиционном портфеле СЭС. Всего их 46. Они сейчас на разной стадии реализации от проектирования до строительно-монтажных работ. Общая сумма проектов из инвест-портфеля превышает 64 миллиарда тенге. С их запуском в стране будет создано до 3000 новых рабочих мест. Также планируют вводить в строй заводы, которые будут выпускать пеноблоки, металлоконструкции и трубы. Российские инвесторы в специальной экономической зоне хотят производить теплоизоляционную краску. У нас большинство товаров на сегодня, к сожалению, заводится из-за рубежа. Поэтому мы хотим здесь немножко вот эту вот чашу весов в нашу сторону перекинуть, чтобы все-таки какая-то часть товаров производилась у нас. Мы постепенно к этому идем. Поэтому импортозамещение – это один из наших приоритетов. На территории специальной экономической зоны «Астана-Новый город» инвесторам предоставляет готовую инженерную инфраструктуру и равный пакет льгот. Их освобождает практически от всех основных налогов на землю и имущество, также предусмотренные преференции по таможенным пошлинам. При вводе проекта в эксплуатацию они не платят корпоративные подоходные налоги. Кроме того, участники СС могут между собой реализовывать продукцию без НДС. Отмечу, в индустриальном парке работают 50 предприятий. Их оценивают в 166 миллиардов тенге. За счет их запуска создано 6 тысяч рабочих мест. Напомню, СС «Астана-Новый город» была создана 20 лет назад. Встречные обязательства введут со следующего года для казахстанских фермеров, получающих субсидии от государства. Объемы реализации продукции они должны увеличивать не менее чем на 3% ежегодно, а также как минимум раз в 5 лет инвестировать в производство и обеспечивать поставки в стабилизационные фонды по форвардному контракту. Пять видов субсидий для животноводов из списка исключат. Вместо них увеличат финансирование по селекционно-племенной работе. Другие направления господдержки останутся, сообщают в профильном ведомстве. На поддержку аграриев и животноводов в этом году в Казахстане выделили дополнительные деньги. Общий объем субсидирования превысил 450 миллиардов тенге. На этом у меня все. До встречи. Вы смотрите утренний выпуск новостей. Мы в прямом эфире. И вот что увидите далее. Режим ЧС, блэкаут, разрушенные дома и абсолютный хаос. На Канаду обрушился ураган Фиона. Стихия принесла с собой проливные дожди и сильный ветер. Власти призывают жителей запастись продуктами. А вот на Филиппинах ситуация еще хуже. Там супер тайфун Нору бьет рекорды по скорости ветра и возможному ущербу. В эпицентре шторма сразу несколько островов и столица государства. В Италии в эти выходные прошли досрочные парламентские выборы. Победу в них почти единодушно. Эксперты пророчат лидеру правоцентрического блока «Братья Италии» Джорджи и Мелани. Если их прогнозы подтвердятся, то 45-летний политик войдет в историю как первая женщина «Премьер Италии». Лидерами гонки, кроме партии «Братья Италии», стала также Лига Севера Мато Сальвени и вперед Италия Сильвио Берлускони. Явка на выборах была крайне низкой и составила чуть больше 63% к моменту закрытия избирательных участков. Я отмечу, что это будет 68-й премьер-министр Италии. Новый лидер столкнется с множеством вызовов, в том числе и ростом цен на энергоносители. 24 человека погибли в Бангладеш в результате крушения лодки. Среди них есть и женщины, и дети. Несколько десятков пропали без вести. Их поиски сейчас продолжаются. Многим удалось самостоятельно выбраться на берег. Переполненное судно перевозило паломников из храма по реке в соседний округ. Ну а сейчас в Канаду. Там на страну обрушился ураган Фиона. Местные жители удар стихии называют не иначе, как абсолютным хаосом. Сообщается, что жертвой урагана стала 73-летняя женщина. Власти рядом унитополитетов объявили режим ЧАЭС. Без электричества остались свыше полумиллиона жителей. И стихия принесла с собой проливные дожди и сильный ветер. Сильнее всего пострадал Ньюфаунленд. Там пострадали десятки домов. У многих зданий сорваны крыши и выбиты стекла. Власти призывают жителей запастить продуктами. Это ужасно. В день шторма мы с семьей были недалеко отсюда, в нашем доме. Мы видели, как большие волны нахлынули на эти два здания. Сейчас они почти полностью разрушены. Мы не ожидали такого сильного урагана. Волны были очень высокими. Не отдыхают и Филиппины. Там на страну обрушился супер тайфун Нору. В воскресенье циклон достиг острова Лусон. По оценкам метеорологов, мощность шторма усилилась. Порывы ветра местами достигали 200 км в час. Власти Филиппин заранее начали эвакуировать жителей из наиболее опасных районов. Приостановлено занятие в школах. Ожидается, что тайфун Нору может стать одним из самых сильнейших в этом году. Темпы усиления ветра уже назвали беспрецедентными. В аэропорту Манилы были отменены по меньшей мере 5 международных и более 40 внутренних рейсов. В Германии стартовал знаменитый берлинский марафон. Он входит в шестерку крупнейших забегов мира. В этом году в соревнованиях участвуют больше 45 тысяч бегунов. Среди них есть и казахстанцы. Так как пробежали берлинскую трассу наши соотечественники, расскажет наш СОПКОРШОЛ Пан Найман Байвар. Главное спортивное событие столицы. Берлинский марафон в самом разгаре. Десятки бегунов ежеминутно, ежесекундно пересекают финишную прямую. Это значит, что дистанция 42 км позади. Благодаря специальному приложению мы можем отслеживать марафонцев в режиме реального времени. Илут Эпп не подсказывает, что уже скоро финишировать будут казахстанцы. Мирам, добрый день. Как прошла дистанция? Добрый день. Все прекрасно. На самом деле, очень крутая трасса. Не зря говорят, что берлинский марафон самый быстрый в мире. Вообще не устал. Здорово. Я знаю, что это для вас не первый марафон. Получилось ли улучшить результат? Да, получилось намного. Честно говоря, в прошлом году я пробежал в Астане марафон за 4.07. В этот раз я бежал с травмой. И была цель просто финишировать. Но хотя бы быстрее 4 часов. У меня получилось быстрее 3 часов 50 минут. Что для вас участие в таких марафонах? Участие в таких марафонах, я не знаю, это праздник для души и тела. По ходу дистанции ничего не чувствовал. Все прошло очень гладко. На самом деле, получил большое удовольствие. Круто, поздравляем. Спасибо. Берлинский марафон – один из самых престижных международных забегов. В этом году в нем участвуют спортсмены из 157 стран. Это как профессионалы, так и любители. Покоряют берлинскую трассу в этом году и казахстанцы. На ежегодный забег специально прилетели более 100 бегунов. Среди них дипломаты, бизнесмены, студенты и просто любители спорта. Это мой первый мейджор. Эмоции зашкаливают. Путь к берлину для меня был очень непростым. Да и сама трасса сегодня тоже непростой. Все-таки 42 километра – это очень сложная дистанция. Да. На каком километре хотелось сойти? Всегда перед стартом хочется уже сойти. Что для вас значит марафон? Участие в марафоне. Для меня это, во-первых, путешествие в разных странах. Это также дисциплина к спорту. Work-life balance. Соблюдать здоровый образ жизни. Заниматься спортом. И также передавать пример, наверное, молодому поколению. На протяжении всей дистанции бегунов сопровождала армия болельщиков. Поддержать наших марафонцев пришли и сотрудники посольства Казахстана в Берлине. Победителем же берлинского марафона стал бегун из Кении. Элиот Кипчоги преодолел дистанцию 42 километра за 2 часа 1 минуту и 9 секунд. И установил новый мировой рекорд. Шолпан Айманбаева, Милослав Завриновский, Хабар-24, Германия. Мы продолжаем. В селах Тюлькубасского района Туркистанской области впервые за долгие годы отремонтируют 37 улиц. На обновление 42 километров внутри поселковых дорог потратят 620 миллионов тенге. Часть средств выделят по программе АОУ Ельбесыгэ, ну а часть из местного бюджета. Как меняются условия жизни на селе узнавали наши корреспонденты в регионе. Больше 5000 жителей и около 1000 дворов. В селе Балахты 22 улицы. Почти половина из них без асфальтного покрытия. Весной и осенью люди буквально утопали в грязи. Теперь многолетняя проблема решена. На 13 улицах асфальта никогда не было. Да и центральную дорогу в последний раз ремонтировали 6 лет назад. Она полностью была разбита. Сейчас там новое покрытие. Асфальт появился и на других шести улицах села. Оставшиеся 7 улиц дорожные строители обещают отремонтировать в течение месяца. На эти цели по программе АОУ Ельбесыгэ выделено 260 миллионов тенге. Полное обновление в этом году прошли дороги еще двух населенных пунктов Балахтинского сельского округа – Орбулах и Шарапкент. Кроме того, ремонт трех улиц завершаем в селе Абай. Там осталось всего 500 метров. В селе Кокпулак из шести улиц три включены в план. Решение по ним тоже будет найдено. По словам специалистов, в следующем году по программе АОУ Ельбесыгэ планируется привести в порядок дороги в селах Майтубе и Машат. Райхан Тажбаева, Жан-Джумабек, Ербулат Абиш, Куан Шабов, Туркестанская область, Хабар 24. Мы в новом эфире. В Израиле начали отмечать Рош-Хашана. Так называется еврейский Новый год. Сотни людей собрались на центральном рынке в Иерусалиме, чтобы закупиться продуктами. Праздник, к слову, отмечают два дня подряд в новолуние осеннего месяца. Израильтяне верят, что Бог сотворил мир именно в седьмой месяц, поэтому с него и начинается празднование Нового года. По традиции первые 10 дней это дни молитв и раскаяния. После чего наступает Йом-Кипур, день примирения. К особенным блюдам Рош-Хашана относятся яблоки и мед. Они означают, что грядущий год будет сладким. К этой минуте все, но в заключении я еще раз напомню о ситуации на дорогах столицы. Надеюсь, что наша рубрика, ежедневная рубрика, поможет вам доехать до работы без пробок и проблем. До встречи, вам хорошего дня, увидимся, берегите себя. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok